Я Татьяна Уланова, дизайнер интерьера. Хочу вам продемонстрировать дизайн-проект, который мы уже сделали для коттеджа 160 квадратных метров. Проект содержит сведения о клиенте с их пожеланиями, содержит картинки. Я делаю сама в 3D Maxx, и ко всем картинкам я делаю подробные комментарии, для того, чтобы клиент и строители смогли воплотить эти картинки в свой интерьер. На данной странице у нас изображен коридор, в который мы попадаем при входе в это помещение. Мы видим, что у нас отсутствует дневной свет, и коридор достаточно узкий и длинный. Поэтому мы его делаем в светлых тонах. В коридоре большое количество дверей. И чтобы они не бросались нам в глаза и не перегружали интерьер, мы ставим двери со скрытым коробом. Также, чтобы помещение визуально расширить, мы делаем в коридоре большое зеркало. Для клиентов это было очень важно, чтобы перед выходом можно было на себя посмотреть в полный рост. В конце коридора мы располагаем яркую акцентную лестницу, и совсем неспроста, потому что ее задача стоит в том, чтобы отвлечь зрительное внимание при входе в коридор от его длины, а сразу посмотреть и увидеть. Вау, какая крутая лестница! Она сделана у нас из искусственного мха. Основным помещением в интерьере является кухня-столовая. На ней очень часто собираются гости клиентов, и сама клиентка очень любит готовить. И основная моя задача была создать именно практичную функциональную кухню. Ей нужно было две духовки, большой холодильник, раковину мы разместили возле окна. Очень важно, чтобы было много рабочей поверхности. Кухню мы тоже сделали достаточно светлой. Зону столовой мы отделяем от зоны кухни порталом, который выполнен из матового стекла с подсветкой. Стена у нас выполнена из гипсовых панелей с стеклянными вставками для придания объема помещению. Достаточно сдержанные цвета кухни мы разбавляем яркими зелеными стульями. Во время проектирования столовой зоны я учитывала размер стола в разложенном виде, потому что к клиентам очень часто приходят в гости родственники, у них достаточно большая семья, и за этим столом иногда нужно уместить 15 человек. Гостиная у нас не очень большая, потому что в основном всех гостей они встречают в столовой или на кухне. Гостиная им нужна для семейного времяпрепровождения, чтобы просто почитать книги, послушать музыку, посмотреть телевизор вечером. У клиентов большое количество книг и сувениров, которые они привезли с путешествий, поэтому для их хранения мы организовали большой вместительный шкаф. Гостиная у нас получилась в достаточно таких сдержанных тонах, и ее мы разбавляем яркими деталями – подушки, картины. Также решили сделать там биокамин, который придаст уюта всей этой немножко холодной комнате. Для душевой мы выбрали приятный глубокий синий цвет. Также, как и во всем интерьере, здесь присутствуют четкие линии. Хорошо, когда в доме можно разместить большую душевую и отдельно стоящую ванну, в которой можно полежать, отдохнуть. Она у нас располагается на втором этаже, мансардном, и мы сделали потолок с стеклянным, которым имитирует естественный свет, и его можно сделать приглушенным для того, чтобы отдыхать в ванной. Отдельное место во всем доме занимает спальня сына, потому что молодой человек захотел делать себе спальню в стиле лофт. Она у нас очень выделяется из всего интерьера, но это все-таки его комната, и мы с ним отдельно все обсуждали, подбирали именно с ним референции, проговаривали все детали, которые он хотел бы видеть. Было очень интересно. Вот, например, то, что он захотел сделать себе такие стеклянные шкафы, встроенные, которые стилилизованы под окна. Они сделаны из тонированного стекла, если свет в них выключить, все, что внутри, видно не будет. Также на них, мы когда обсуждали, предусматривали, что, возможно, повесят жалюзи, которые можно будет закрыть и скрыть все внутренности шкафа. Для студента мы предусмотрели, конечно, рабочее место, где он будет учиться, и также к нему приходят друзья, ну, поиграть в PlayStation, посмотреть телевизор. Для них тоже мы выделили зону. Также проект содержит рабочую документацию, чертежи, которые понадобятся строителям при реализации этого проекта. Содержит обмерный план, на котором мы учли все до миллиметра. Так как мы не делаем в проекте демонтажа никаких перегородок, то он нужен строителям для дальнейшей их работы. Это первый этаж, второй этаж, план монтажа перегородок. Здесь ничего сложного мы не делали, просто есть какие-то стеклянные перегородки, перегородки из гипсокартона. Шкафы, которые мы делаем встроенные, я тоже здесь указываю. План расстановки мебели. Показываем именно не размеры стен, а размеры мебели. Какой глубины должен быть шкаф, какой длины должен быть диван. Все это учитывается. Планировочное решение второго этажа, где располагается ванна и спальня сына. План напольных покрытий, где мы указываем, каким материалом и как мы будем укладывать плитку, либо ламинат, либо паркет. В данном случае у нас плитка и ламинат. План второго этажа у нас напольными покрытиями. План размещения электрики и светового оборудования. В данном случае он на одном чертеже у меня объединен, но бывает, когда достаточно сложные проекты. Могу разделить это на три чертежа. Сделать отдельно план электрики с розетками, план светового оборудования с привязками для размещения. Люстры также могут сделать план подключения этого светового оборудования. Также немаловажно, когда в проекте есть ведомость материалов с подробным описанием. Даже если воплощение этого дизайн-проекта идет без авторского надзора, с ведомостью материалов и мебели клиент сможет самостоятельно его реализовать. Придя в магазин, он будет узнать, какого цвета ему нужен ламинат, какого краска ему нужна. Также и с мебелью. Очень часто мебель делается на заказ. И я здесь указываю размеры этой мебели, чтобы клиент смог обратиться. Помимо размеров мебели, я указываю еще и картинки. То есть можно будет обратиться в фирму, показать им проект, и сделаю это согласно эскизам. В процессе работы ко мне иногда обращаются клиенты, которые просят меня сделать эскизный проект. Либо проект одной комнаты, либо без рабочих чертежей. Но я делаю все системно. То есть у меня сначала делается техническое задание, которое мы обсуждаем на основе анкетных данных с клиентом. Обсуждаем все картинки, которые ему нравятся. Для того, чтобы я лучше поняла. Потому что если не будет технического задания, дизайнер, я не смогу понять и угадать желание клиента. Если мы откажемся от и не будем делать рабочую документацию, то строители, скорее всего, не смогут реализовать этот проект, и клиент опять будет говорить, что вот дизайнер что-то тут придумал, и мы не можем это сделать. Поэтому проект должен включать в себя именно все эти три этапа. Техническое задание, визуализация с планировкой и рабочая документация для строителей. Если вы хотите получить такой же дизайн-проект, обращайтесь ко мне. Можете найти меня в инстаграме. Татьяна Уланова.